Всем доброе утро! Я тихо разговариваю, потому что дети еще спят. У нас сейчас время 5.35. Рано утром, суббота, 14 апреля. Я сейчас собралась на работу. У меня глаза как будто бы всю ночь ревела, но это у меня такие ужасные. Глаза прям чешутся так сильно. И вот я сейчас еду к 6 на работу и до 10 часов буду работать. Дети еще все спят. Надеюсь, они подольше поспят, чтобы я приехала, а они только проснулись. До 10 они еще никогда не спали и до 9 никогда. Это редко-редко-редко, что они до 8 будут спать иногда. В основном они так в 7, в пол седьмого расстают всегда. Потом приеду домой в 10 часов. Если они не позавтракают, я им поставила на столе кое-что, чтобы позавтракали. Но если не позавтракаю, они им бывает не хотят еще рано утром, потом приду и накормлю их. На обед сегодня хочу пожарить котлетки с картофельным пюре. Это они очень любят. Вчера специально фарш купила, чтобы буду делать им котлетки. Может, сегодня в духовке сделаю их или на пару в мультиварке. Потом приеду и будем просто отдыхать сегодня. А не, я сегодня еще наверху хотела прибраться, убраться. Ну, там немного отдохну и потом начну там наверху убираться. Потом к вечеру я их купать будем, купаться. Дети сами купаются в душе, но я с Леоном и с Замуэлем, надо еще стоять. Да Слава с ним не стоял. Это когда Льюис, он конечно выходит, он сам там купается. А Леону и Замуэлю надо еще. Замуэлю надо смотреть, чтобы он там три часа не стоял, потому что он уже там стоять без... Он времени не чувствует. Стоит и стоит, и стоит там под водой. Ну, скупается, а потом только стоит и... Поэтому надо его немножко там следить. А за Леону надо немного еще помочь там. Волосы помыть или голову. В русский говорится голову помыть, а по-немецки, если скажешь мыть голову, то это обозначает мозги промывать. У меня тетя, она же когда сюда приехала, она там в Казахстане была мужской парикмахер. И сюда приехала, ее устроилась сразу же, до сих пор там работает. Она уже на пенсии, все равно еще там работает. И пенсию получает, и там сначала она работала на базис, ну на 450, а потом какой-то там срок, и потом сейчас она опять работает. Ну, конечно, не на полную ставку, но работает, короче. Подрабатывает. Ну и вот, короче, когда она сюда приехала, она это первое время бедная, они ее, эти коллеги, ее же не ругали вечно, потому что она этим летом говорила, давайте я вам помою голову. Они говорят, ты тебе нельзя так говорить, ты что, это обозначает... Ну, она же не знала, в России же говорят голову помою. А здесь, если ты говоришь, коп вашим голову мыть, это значит мозги промывать. И она пока перестроилась, пока привыкла к этому, бедная. Ругали ее вечно, что она договорила клиентам. Так что-то говорят волосы мыть, а не голову мыть. Ну и потом в конце они искупаются, потом я пойду, сделаем себе себе такой отдыхной день, день отдыха. Вот. Слава вчера разговаривала, но вчера, я не знаю, раз, пять созванивались, так тоже с видео, и дети хотели, когда со школы пришли, с ними еще два или три раза созванивались. Слава там без ума. Он говорит, потихоньку я начинаю забывать мои помидоры, говорит, мне здесь так хорошо. Я говорю, ну и я тогда про них забываю. Ну, шутка, конечно. И это там вообще, у него такие процедуры классные. Гидраджет, это там, а, я вчера вам рассказывала, когда лежишь. Вот я вспомню, не вспомнила, мне одна это, зрительница написала, как называется. Вот, и это он вообще, он говорит, такая классная штука. Говорит, жалко, что 15 минут, говорит, это, которая там работает, она, говорит, не включила и ушла. И потом она, говорит, закончилась. А я смотрю, говорит, плюс стоит. Я думаю, нажму, может быть, продлиться еще. Ну, говорит, 15 минут и больше нельзя. Потом после обеда к вечеру ему еще была сауна такая, инфрарод. Инфрарод, это красная. Не знаю, как это называется, короче. Ему так понравилась и паровая, паровая сауна. Короче, он в восторге. Он говорит, ой, говорит, смогла бы ты, говорит, сюда приехать, хотя бы, говорит, на пару дней и хоть чуть-чуть, говорит, от этого вот, пережить то, что у меня здесь, что я сейчас. Он только первый день вчера был, и он уже такой в восторге. Ему так там нравится. Он говорит, что они там говорили, ну, как, которые там уже, что это считается из самых лучших в Германии санаторий. Вот эти вот под Науган. Наугань. Это Курпарклиник. У нас самое, говорит, лучшее в Германии. Там, говорит, новейшая техника. И сам вот этот вот бассейн, говорит, вода теплая такая, говорит, вообще. Там больше десяти, по-моему, нельзя в воду заходить. Он специально так сделал, чтобы свободно, просторно было. Но и меньше двух нельзя. Если, например, двое только остаются в воде, остальные все уходят, то надо этим двоим тоже выходить. Он говорит, там никто не смотрит, так все звезды. Он говорит, я пришел, они все стали выходить. Ну, как раз уже уходили, он к вечеру подошел последний. И, говорит, так классно было, говорит. Мы посмотрим, если у меня получится поехать. Он говорит, я хочу. Потому что можно, если, например, ну, как, если я приеду там, как-то там, посетить или как. Вот. Можно тоже пару вот этих вот процедур можно тоже, как бы, купить стоимость вот эту. Чуть-чуть там больше переплатишь, но зато можешь там пользоваться. Я говорю, ну, эту паровую сауну мне не надо, потому что мне хватает. Наша сухая. Я сильно не могу. У меня сразу этого не хватает. Воздуха я долго не могу. Если он даже там наливает на камни вот эту воду и парночную эту темену, я уже, я вылетаю оттуда бы, я не могу. Ну, не знаю, не переношу. А он это очень любит. Он говорит, так классно было, говорит, вообще. Я говорю, мне бы только бассейн. Это я обязательно бы захотела. И вот этот вот гидроджет. Ну, я не знаю, можно и нельзя. Короче, вот такие дела. Очень ему там нравится. У него проблема там с матрасом, правда. Ну, попросила. Они сказали в основном. Говорит, еще самый первый, который просит, чтобы потверже матрас был. Говорит, обычно. Не, помягче. Они не говорят, что у них в основном всегда люди жалуются, что чересчур мягкий матрас. И, говорит, мы доски подкладываем под матрас, говорит, чтобы было потверже. А у Славы наоборот. У него, говорит, ну, я, говорит, это, легкий, худой, говорит, мне это, ну, больно лежать на нем. Спина. У него же проблемы со спиной. Ну, они, короче, ему там подстелили одеяло. И потом еще женщина сегодня должна прийти, там, что-то ему принести, положить. Короче, что-то помягче сделать. Они удивились. Говорит, в основном у них по-другому. Короче, ему очень-очень нравится. К чему мы очень рады. Все есть, все сыты, здоровы. Ну, тепло, все-все хорошо. Сегодня будет хорошая погода. Он вчера уже, бедный, маялся, там, не знал, куда себя девать. Говорит, потому что хочется на улице, а дождь льет целый день. Но сегодня будет там очень хорошая погода. Солнце будет светить целый день. Поэтому он сегодня пойдет там гулять. Там прям в центре, там рядом магазины тоже есть. И парк, где погулять можно. Вот разница. Я говорю, я тоже хочу. Я только через две недели смогу туда поехать. Вот такие вот дела. Так что поедем. Посмотрю там тоже. Потом проведу его. Там погуляем. Еще не знаю, с детьми, без детей поедем. Как-нибудь решим. Посмотрим. Я рада, что ему там нравится. Что ничего, нет такого, что ой, все говорит. И вот эти процедуры, и еда, и... Ну, все ему нравится там. Несмотря на то, что маленькая комнатка, ну, он говорит это. Привыкается. Конечно, после такого дома в одной комнатке сидеть там это... Ну, как, чувствуется разница. Ну, ничего. Он привел. Он не привередливый тобой насчет этого. Не из тех, которые там... Есть такие люди, которые там из-за мелочи сжалуются и недовольничают. Он не такой абсолютно. Даже если ему не нравится, он спокойный. Так что вот такие дела. Все, мне надо уже выезжать. Уже время без пятнадцати. И я поехала на работу мою любимую. Смотрите, я сейчас вышла только на улицу. Вот какой на улице птичий концерт. Послушайте только. Такая тишина мертвая на улице. Все еще спят, еще рано. А как скоптить поет. Прям так громко, так классно. Аж настроение такое классное. Слышите? А, обалденно. Семья пошла. Все еще спят, тишина такая. Стояла бы и слушала, и слушала этот концерт. Я сегодня волосы заколола, потому что там, когда наклоняешься, мешает, короче, у меня челка отросла. Поэтому на работу теперь буду закалывать, чтобы лицо... Я уже пришла с работы. Время уже три часа. Я пришла где-то без двадцати пяти одиннадцати. Я до пол-одиннадцатого отработала сегодня, потому что мы были втроем. И, ну, сама я предложила. Хотела доделать свое дело, чтобы на других не оставлять. Тогда, ну, как сказать, лучше для души как-то так. Ну, это обрадовалась, конечно. Сегодня начальника не было. У него сегодня выходной. И вот его заместительница. У нас сейчас другая заместительница. Такая уже в возрасте. Она уже почти перед пенсией. Вот. И она мне благодарна. Спасибо, что ты это. Осталось до конца. Убралась. Ну, сделала свое дело. Я говорю, конечно, с удовольствием. Я люблю свою работу. Вот. И пришла домой, отдохнула немножко. Дети все убрали за собой. То, что им сказала, сделали. Они всегда, если я им дам задание, говорю, там, вот это, это, это сделайте. Сделали. Ждали меня до завтрака. Ну, чтобы позавтракать. Не захотели сами завтракать. Не то, что не хотели. Просто хотели со мной вместе. Ну, я считаю, это тоже нормально. Вот. И сейчас 3 часа. Ну, потому что мы поздно обедали, завтракали. Поэтому сейчас мы будем обедать. Я варю то, что они заказывали. Опять толченую картошку и котлетки. Но котлетки я в этот раз делаю в духовке. Не на плите, не жарю, а в духовке запекаю. Короче. Вот. Нарежу еще салатик. И будем сейчас обедать. Сейчас уже почти все готово практически. На улице у нас погода отличная. Так как и обещали, что будет тепло. Солнце светит. Правда, не все время, но почти. Сейчас все чаще и чаще солнце выходит. Но хорошо. У Славы там еще лучше погода, он говорит. Он уже гулял сегодня много. Я пришла с работы первым делом. Ему позвонила. И это... Ну, потому что у него сегодня только после обеда, по-моему, два этих... Два... Опять забыла это слово. Как видят, забываю. А потом, когда гружу видео, мне не вспомнилось. Я не посмотрела ничего. Просто вспомнила вот эти слова. Вот это слово, как называется. Процедура. Вот. И вот у него сегодня после обеда. Не знаю, какое. Я забыла. Он мне говорила. Я забыла. Ну, мы очень часто созваниваемся. Вчера, наверное, раза три-четыре звонили. Созванивались. Ну, потому что дети хотят с ним его видеть. И спрашивают его все. И он тоже ему... Ну, вчера он никуда выходить не мог из-за дождя. Поэтому он это... Часто звонили. Сегодня он уже больше на улице. Говорит, такая красота. Так красиво везде. Он прошелся там вокруг. Куда-то пошел в магазин какой-то искать. И заблудился. Говорит, включил потом навигатор в своем телефоне. И навигатор его довел. Он говорит, ну, такими дорогами. Говорит, там, я говорю, 100% есть, наверное, покороче. Ну, дорога. Через парк, может, как-то. Ну, говорит, пока все узнаю. А он очень любит. Он очень любит гулять, ходить. Долго. И поэтому для него это вообще... Даже, говорит, у них там лифт есть. Ну, в этом здании, в санатории. Ну, это... Он говорит, я по лестницам хожу. Ему нужно было, когда он еще в Казахстане жил. У него очень часто проблемы были с почками. И ему тогда посоветовали много-много-много ходить. Много пить и много ходить. Вот. И с тех пор он очень любит ходить. Очень много. И далеко-далеко. Я помню, когда к нему в Коблинс приезжала, когда мы только начинали дружить. Мы там столько километров... Я была вообще не это... Ну, как сказать, я до этого никогда не ходила много. Все на машине, на машине, на машине. Ну, там гулять ходили. Прогуливались так возле дома, вокруг дома. Там немножко... Ну, не то и столько километров. Он меня это научил, короче, ходить много. Потом беременность, дети. Опять мало, только с детьми много не пройдешь. И опять разучилась. Так что я говорю, если я одна к нему приеду. 28-го. 27-го или 28-го. Если мне дадут выходной, тогда я это... Будет тоже много ходить, гулять там. А если с детьми, то посмотрим. Тоже будем гулять, конечно. Ну, там вот эти солевые стены, он говорит. Такая красота. У нас тут недалеко есть тоже такое... Это даже два... В двух городах тоже курортные городки. Бат Ротенфельда и Бат Сальцуфлин. Вот. И там тоже вот эти солевые стены есть. Но он говорит, далеко не так красиво. Говорит, как вот где он сейчас находится. Так что и меня уже не терпится туда поехать. И тоже вот это все посмотреть. И пару вот зрительниц написали тоже, которые там были. Сказали, что красиво, там очень хорошо. Так что я уже в предвкушении. И сейчас пообедаем. Мама мне сегодня звонила, говорит, не хочет приехать. Я говорю, да нет. Все, все. Я говорю, сейчас отдохну чуть-чуть, потом обед уже не стоит. Просто там час-два дети не захотят так быстро уезжать. Поэтому я говорю, завтра на обед она это позвала. А завтра мы у нее будем. К вечеру домой потом приедем. Только в понедельник в школу. А мне только в среду на работу. И вот на понедельник у меня тоже много планов. Хочу окна все почистить. Так что пока все по плану идет у меня, как я хотела. И так оно идет. Так что вот такие вот дела. Сейчас покажу вам на улице погоду. Видите, солнце светит, небо такое немножко стучками. Но сейчас все больше и больше, после обеда еще больше солнца выходит. Но сухо с самого утра. Я вот как на работу поехала в 6 часов было. Уже не было дождя. Но всю ночь шлил дождь. Вчера весь день и всю ночь шел дождь. А сегодня, я говорю, это было сухо, но пасмурно. И сейчас вот солнышко выходит. Завтра еще лучше будет. Еще теплее будет завтра. И всю следующую неделю будет очень-очень тепло. До 25 градусов. Это очень радует. Ладно. Пошла я. Уже готовилась. Наверное, будем садиться обедать. Вот такие вот котлетки в духовке у меня получились. Обалденные просто. Мягкие-мягкие. Я сделала так одну порцию из 500 грамм фарша. Потому что это дети... Ну, чтобы на один раз поесть и все. Потому что дети на второй день и любят есть. И я это на один раз. Завтра у мамы будем. Поэтому как раз нам на один раз поесть. Ну, картошку и вот это все. Это я уже показывала тысячу раз. Поэтому не буду показывать. Просто хотела показать, как получается в духовке. Дети собрались делать сами мороженое. И вот теперь они делают мороженое сами. Вот в термомикс закинули. Это очень важно. Леон. 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 Леон? Леон? Леон, все они ничего, ничего. Подождите. Леон, это не так, хорошо? Да. Это стоит. Ну, пути поворачивай. Афектрин. Ладно, да. Да, сперилировалось. Так, это мороженое, эти, малинка. Теперь, что это? Белое. Может, это не шляг? Нет. Нет, окей. Этот белок яичный. Теперь он не закидывает туда это. Мне интересно, что с этого получится. Говорит, это можно сразу потом есть, вроде. Не надо даже в морозилку. Так, теперь сахарная пудра. Они все взвешивали. Замуль уже это давно-давно хотел попробовать взвешиваться. На столе, конечно, выглядит ужасно. Давай. И теперь, теперь просто миксером надо... Да, надо до тех пор взбивать, пока не станет воздушно. Ну, думаю, захода раим сейчас. Теперь это все. Это все. Ой, ой, ой. Это на великолепене. На великолепене. Спрашивает меня, есть аллерген? На малиню. Я говорю, нет. На малиню? На малиню. Ну, давай везде. Все, все. На малиню. Хорошо-хорошо надо взбивать, чтобы оно прям воздушным стало. Он уже готов или он готов уже пробовать? Замуль говорит, что его сразу можно накушать. Он какую-то немку ютуба, короче, блогера немку смотрел. И она там делает мороженое. Он все точно-точно посмотрел. Пошел сам купил эти малину. Остальное все у нас было. И теперь это... Спотел Леон, потому что они сейчас были в футбол играли на улице все троем. Так, вот такая вот густая консистенция. Вон даже не капает. Короче, точно как мороженое выглядит. Сейчас будем пробовать. Давай. Ну, хватит. Вот и понравилось им. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Леон. Да? Скажи, что ли? Да, очень вкусно. Глебен. И, Леон? Поехали. Весь кафельте? Я очень вкусно. Как ты? Ты делаешь фиш, да? Я очень вкусно. А я делаю эти маленькие вещи. Мне не нравятся эти маленькие крупинки там внутри. Ну, это от малины. Вкусно или нет? Он еще не может решиться. Вот это сцезала. Сейчас я попробую. Вкусно. Правда, очень вкусно. Такая кремовая такая консистенция. Очень-очень вкусно. И сладко. Я думала, будет кислое, но сладенько. И консистенция очень вкусная. Ой. Консистенция мне очень нравится. Такая кремовая. Правда, вот эти вот косточки, эти как это называется, от малинки. Правда, очень-очень много. Их можно и с клубникой делать, с любыми ягодами. Даже не думала. Мне даже не верилось, что что-то с этого получится. Лена замуж мне уже, наверное, всю неделю. Мама, можно сегодня? Мама, можно сегодня? У нас было другое мороженое. Я говорю, когда дойдем, потом сделаешь. И сегодня пообедали. Он говорит, можно сейчас? Я говорю, давай паузу сначала сделаем. Не сразу после еды. И вот сейчас они поиграли в футбол. Пришли и давай сразу делайте. Правда, очень-очень вкусно получилось. Очень вкусно. Вот наш футболист смотрит футбол. А другие два футболиста пошли играть в футбол. Вот играет Бавария. Ну, это немецкая Бундеслига играет. Вот и зле он надел баварский шарф. Как он, болельщик Баварии. Вот. Надел и сидит, смотрит. Весь уже вспотел, но не снимает, потому что играет в футбол. А там еще смотрит, как другие играют в своем телефоне. Смотрит. Смотрит это еще. В телефоне и в компьютере. И поет песни там. Короче, весь в футболе. Даже играть не захотел с ними сходить. Ладно, все. На этом прощаемся сегодня. Он уж зевает. И интересно, и зевает. На этом попрощаемся сегодня. Закончим свой влог. Спасибо всем, кто был на трансляции. Трансляцию тоже недавно проводила. Спасибо всем огромное. Было очень приятно попеть с вами. И пообщаться. Спасибо вам большое. Всем хороших выходных. И до следующего видео. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok